Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская паблиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает мастер-класс по рисованию гуашь. Сегодня мы будем рисовать вот такую картинку, говорящую о приближении весны. И, как всегда, нам потребуется для мастер-класса гуашь нескольких цветов, водичка, кисточки нескольких размеров по возможности, листочка пятого формата, это половинка А4, салфетки и палитра. Итак, приступим. Начнем мы с рисования фона. Начнем с неба. И нам потребуется голубая или синяя гуашь, также белая. Я возьму кисточку побольше. Мы сейчас смешаем белый с синим или с голубым. Сделаем такой насыщенный голубой цвет. Разведем побольше. И этим цветом мы закрасим верхнюю половинку нашего листочка. Просто закрашиваем всю верхнюю часть листа этим цветом. Кисточку можно взять побольше, чтобы этот процесс быстрее происходил. Плотно закрашиваем всю верхнюю часть листа. Ну, что интересно. Плотно закрашиваем кисточку. Теперь мы переходим к нижней части, будем рисовать снег. Я использую ту же самую кисточку, тоже побольше, вымываю ее и берем белый цвет. К нему промежается тот голубой, который мы сейчас использовали. И нарисуем сугробы, на которых у нас будет находиться домик, деревья. Цвет где-то будет более светлый, где-то менее. Пусть будет разнообразие. И закрашиваем так до конца листочка. Где-то добавляем больше белого. Поставляем, пусть будет так. Дальше мы берем кисточку поменьше и сейчас мы будем рисовать елку. Для этого мы возьмем синий и черный цвет. Смешаем их. Сделаем такой темно-синий оттенок. И накидаем нашу елочку. Она у нас будет располагаться где-то вот здесь, можно сверлинию провести. И начинаем такими отрывистыми мазочками. Надо означать наше деревце в расширяющемся, расширяющейся к нему. Так. И чуть-чуть можно еще добавить белого цвета поверх. Как будто бы на ней еще лежит снег. Обозначили. Отлично. Дальше мы переходим к домику. Одну кисточку потоньше. Возьмем коричневый цвет. И для начала наш домик наметим. Как он у нас будет располагаться и где он будет находиться. Значит. Сначала обозначим его не очень ярким цветом. Примерно где он у нас будет находиться. Мерную длину обозначим. Вот у нас будет домик. Тут в снегу его можно будет потом в снег побольше добавить. Итак. Дальше мы наш домик закрашиваем. А. Обозначим еще у домика сразу окна. У нас будет здесь два окошка. Рядышком. Так. Угу. И теперь приступаем к тому, чтобы закрасить наш домик. Мы возьмем коричневый. Сделаем цвет поплотнее. Коричневый. Можно к нему сделать его чуть-чуть. Другим. Чуть-чуть черного добавила. И можно чуть-чуть белого. Но тут можно выбрать коричневый, который у вас есть. И плотным цветом начинаем закрашивать наш домик. Так. Так. Здесь закрасим. Крышу мы оставляем. Потому что она будет в снегу. Закрасили. Так. Теперь мы добавим немножечко тоже детали в наш домик. Мы сейчас возьмем цвет чуть потемнее. И обозначим бревна нашего домика деревянного. Мы возьмем цвет тот же самый, который брали. И добавим к нему чуть-чуть черного. Да. Сделаем его темнее. Либо же, если есть готовый более темный цвет, можно взять его. И пройдемся по некоторым местам. Сейчас возьмем чуть-чуть темнее. По некоторым местам. Пройдемся. Чуть-чуть обозначим темноту. Обозначим вот такими вот длинными горизонтальными. Наш домик интереснее. Немножечко подтемнили. Сбоку. Тут еще чуть-чуть надо добавить. Так. Угу. Теперь мы перейдем к крыше. И для этого нам потребуется белый цвет. Белый цвет. Опять уберем кисточку. Можно потоньше, можно потолще, какой удобно будет. И обозначим снег на нашей крыше. И снега может быть больше, да, чем сама поверхность нашей крыши. Пройдемся. Покрыю на наш домик. Вот какие-то цвета помешаетесь, ничего страшного, пусть не будет. И теперь вот этим же цветом, этой же кисточкой, которую мы только что брали с белым цветом, я лишнюю краску убираю и мы пройдемся по тем местам, по светлым местам. Я обозначу вот эти вот бревнышки в нашем доме. Подсветим его немножечко. Темноту оставляем и чуть-чуть светлоты тоже добавим. Добавим еще окна к нашему домику. Возьмем желудок и желтый цвет. Желтым цветом, ярким, насыщенным. Обозначим свет в окошках. Спасибо. Спасибо. Да, окна мы тоже немножечко прорисуем. Возьмем коричневый цвет. Здесь находится у нас и еще добавим больше цвета в наши окна при помощи белого цвета. Немножечко добавим светлого сюда. оттенка. Белые такие точки поставим на окна. И так они будут смотреться ярче. на желтым цветом. И еще округ можно добавить. вокруг бокам тоже такой белый. Белый протест цветом. Отлично. Значит, что мы еще добавим к домику? Мы к домику добавить можем... к домику мы можем добавить еще трубу. К домику мы можем добавить трубу. Тоже коричневого цвета мы его уже использовали. отнесем здесь трубу. Так. отнесем здесь трубу. Так. Отнесем здесь трубу. Отнесем здесь трубу. Так. И из трубы у нас будет идти дым. Белого цвета. Практически нету водички. Обозначим здесь. Краски тоже немного. Обозначим здесь дым, идущий из нашей трубы. Теперь мы нарисуем еще дерево рядом с нашим домиком. Я использую тот же синий цвет, который мы использовали для елки. Но еще добавлю черного. И здесь на переднем плане у нас еще будет дерево. рисуем. Оно прямо заходит на вид домика. Разветвление различной веточки. Рисуем. Вот. И рядом нарисуем еще одно дерево. Оно будет стоять рядышком. Вот еще так же у нас в этой веточке. Рисуем. 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 еще остается. Нам остается дорисовать еще травку, здесь пробивающуюся. Около домика мы можем обозначить свет от окна. Мы возьмем желтый цвет с белым, и немножко этого цвета добавим на снег около дома. Чуть-чуть, да? Распавим с водичкой. Чуть-чуть на этого цвета отблеска добавим на снег. Можно на сам дом тоже его добавить. Чуть-чуть. Вот тут он у нас проскальзывает. Дальки тоже чуть-чуть. Чуть-чуть добавили. Так, еще раз окна подсветим. Поярче сделаем. Так, и добавим еще травинок. Возьмем тонкую кисточку, и опять же нам потребуется желтый цвет сначала. Этим желтым цветом в некоторых местах мы нарисуем уже пробивающуюся траву. Она растет в разные стороны. Как будто бы здесь немножко. Здесь где-то. Тут. Такое дерево. Здесь можно добавить. Каких-то таких тоненькой кисточкой. Немножко обозначаем. Тут. Здесь пара штучек. Вот уже приближение весны. Так, и еще возьмем коричневый цвет. Еще коричневым цветом добавим каких-то тут травинок. Так. Так. Ну и нам еще остается добавить снег или набрызг, чего захочется больше. Можно сделать набрызг. Возьмем кисточку. Опять же широкую, да, побольше. Возьмем белый цвет. С водичкой. И добавим. Добавим набрызг на нашу картинку. И вот такая работа у нас сегодня получилась. Спасибо вам большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok